Я не хотела сегодня снимать распаковку, потому что заказ очень маленький, здесь буквально две книжки, но потом решила, почему бы и нет, быть может, именно эти две книжки кому-то очень нужны и приглянутся, и понравятся, поэтому покажу. Всем большой привет! Вы на канале Вера Пек, меня зовут Вера, и сегодня я показываю распаковку маленького заказа с сайта MyShop.ru. Самая первая, наверное, одна из главных покупок, это ручка-самоучка, это тренажер для правильного захвата авторучек, карандашей, в общем, любого пишущего предмета. О его существовании я знала давно и лежал он у меня в отложенных тоже давно, не один год, но я надеялась, что все-таки ребенок научится правильно держать ручку, как-то привыкнет его рука с моей помощью, но нет. Вот, совсем скоро тем не 4 года, и он по-прежнему держит ручки неправильно. Хотя я знаю, что это норма до 4 лет, у меня есть даже такая как маленькая схемка, сохраненная с каких-то умных книжек очень давно, еще, наверное, когда он не умел ходить. Я куда-нибудь сюда вставлю ее обязательно, если найду. Но, тем не менее, на всякий случай я все-таки решила его наконец-то приобрести. Хорошие отзывы, очень хвалят, есть такой и для левшей, и для правшей. Вот, поэтому присмотритесь, если вам это тоже актуально. Кстати, здесь написано, что также этот тренажер снимает усталость при письме, поэтому даже для деток, которых правильный захват, но, например, есть проблемы в плане усталости пальцев, суставов, там, не знаю, для школьников, может быть, он тоже будет полезным. И, кстати, здорово, что нам пришел синий, потому что я знаю, что приходят и розовенькие, и всякие разные. Хотя это, конечно, не важно, но тоже для кого-то момент принципиальный. В комплекте, обратите внимание, еще идет ручка, но, естественно, этот тренажер, он может одеваться на любые ручки, ну, тоненькие. Следующая покупка – это набор стеков. Изначально это стеки для моделирования мастики или марципана, то есть кондитерский такой инструмент, но, естественно, я его приобрела для игры в Play Doh, потому что мы в последнее время весьма активно с ним играем, строим разные конструкции интересные, и я думаю, что эти стеки нам пригодят. Следующая покупка – это книжка. Еще одна вышла в серии, на этот раз про автомобили и правила дорожного движения. Быстренько покажу, что внутри. У нас уже есть такая про аэропорт и вокзалы. Интересно, выпустить ли они еще что-нибудь, но вот автомобили – это одна из последних на момент 4 апреля. И последние две позиции заказа – это две книжки от моего, от того из любимых издательств. Мы сейчас с Темой достаточно активно учимся читать на английском языке, если это можно, конечно, называть обучением нашей веселой игры. И я решила в дополнение ко всему тому, что у нас уже есть, заказать вот такие вот две рабочие тетради. Первая тетрадь – она с наклейками. И вторая тетрадь – это Wipe Clean, то есть здесь можно стирать, снова писать, снова стирать, писать. Я сейчас покажу каждую из них в отдельности. Начнем с книги с наклейками. Она, видите, сделана в виде такой удобной сумочки. Ее можно носить в руках, очень удобно. Толстенькая книженция. Не знаю, сколько здесь страниц, но вот сразу же у нас с конца начинаются наклейки. Очень их здесь много. Мелкие они. Наклейки побольше. Указаны страницы, для которых эти наклейки предназначены. Так, далее. Опять наклейки, наклейки. Слушайте, ну наклейок много. Очень много. То есть вот эта вся часть – это все наклейки. Это здорово. Так, что тут у нас дальше? Здесь мы тренируемся рисовать зигзаги и волнистые линии. Здесь у нас обводим слова. Ой, какая яркая страница, класс. Эти странички не многоразовые. То есть здесь такая бумага, ты один раз пишешь здесь, и все. Страничка теряет свою актуальность. Потом можно ее использовать уже только как книжку, а не как прописи. Ну и основная книга, которая подразумевает, что здесь можно писать и стирать. В комплекте идет маленький фломастер. Так, сначала идет алфавит. Здесь мы обводим буковки. Расширяем словарный запас. Слова достаточно простые, основные. Вот алфавит заканчивается. И идет заглавные и строчные буковки. Далее здесь нужно определить, какая буковка идет по порядку. Написать ее. Все они идут в разнобой. Так, здесь сначала необходимо нарисовать буковку по точкам. И затем самостоятельно. Все в таких ярких цветах. Так, здесь мы обводим все иллюстрации, которые начинаются на букву, представленную в левом верхнем углу. Ну и такие разные задания. Смотрите, кстати, интересное задание. Это мэчинг. Снова мы обводим. Счет пошел. До 5 и 0. А, нет, дальше тоже. До 10. Задание очень интересное. Смотрите, нужно написать количество сторон каждой фигуры. Здесь мы просто обводим название фигур. Такие задания. Уже на логику пошли. Смотрите, как здорово. Full, almost full, half full, almost empty, empty. От полного до пустого доходим. Интересная, конечно, книжка. Класс. Жалко, что такие книги нельзя перевести на русский, потому что алфавит все-таки другое все. Хоть бы что-нибудь подобное издали. И последняя страничка, это такой трекер успеваемости. Результаты, в общем, фиксируем. И вот здесь несколько символов. Отличное начало, нужно больше практики. Уже лучше, но нужно еще пару раз попытаться. И звездочка, когда все вообще супер и налог отточен. Вот такая вот книжка. Мне очень она понравилась. Я довольна. Я считаю, что она стоит своих денег. Несмотря на... Ну, достаточно дорого она стоит, но практичная достаточно вещь. Яркая. Обязательно покажу ее в обзоре. Я думаю, что всплывут у нее плюсы и минусы за время нашего использования. На сегодня это все. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным, полезным. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, заходите в мою группу. Совсем скоро будет новая распаковка, а сейчас берегите себя, свою семью и читайте хорошие книги. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok